Видев, что это шоу от тех, кто привел нам конец блинского мира, меня привлекло. Начав смотреть сериал, основанный на реальном опыте Ричарда Гэда, я не мог остановиться. Это одно из лучших, что я видел по телевизору в этом году. От способа съемки до игры Гэда и до глубины, до которой заходит шоу. Повествование об этой парализующей, запутанной и, главное, реальной истории Сталкера было просто восхитительно. Я подумал разобрать сериал, запоминающуюся концовку, и все, что, по моему мнению, сделало его таким хорошим. Так что давайте сразу приступим. Вот мой обзор Бэйби Рендер. Чтобы вы знали, это видео содержит спойлеры. Честно говоря, я был поражен этим шоу. Оно было сложно, но блестяще позволило нам заглянуть в голову Донни и его травму. И это сильно сбивало его с толку по отношению к сложным чувствам, которые он испытывал к Марте. Был напуган до смерти, но в то же время глубоко привлекался к ней из-за интереса. Она осыпала его комплиментами, которые он хотел услышать. Жаждал поразить свое эго, и она это делала эгоистично. Он был в отчаянии по отношению к себе, как и раньше. В этом шоу наиболее яркими были эпизоды 4 и 6. Эпизод 4 – это флэшбэк, где мы видим его 5 лет назад. Когда он познакомился с Дэрианом О'Коннором, в начале этого эпизода мы видели совершенно другого Донни. Он улыбался, был полон надежды и оптимизма. Но к концу, после увиденного, как Донни прошел через все в очень трудных для просмотра сценах, которые я видел на телевидении за долгое время, мы увидели сломленного человека. Он уже был только тенью того, что был при начале эпизода. С самого начала сериала он уже не был тем же человеком, что был в начале 4 серии. Мне приходилось отводить взгляд во время этого эпизода. Он был таким сердцераздирающим. Он действительно раздвинул границы, показывая нам, что с ним случилось. И дошел до уровня, когда он хотел заставить нас чувствовать себя некомфортно, показывая, насколько ему было тяжело и как это изменило его жизнь навсегда. Сцена, когда он проснулся, и экран стал черным, была ужасной. Видя, что Дориан также имеет власть над ним, он обещал ему мечтаемую карьеру. И он не был злодеем. Впечатление от него показывало, насколько он отвратителен. Он сломал Донни и дошел до того, что тот чувствовал себя его. Это было мучительно настоящим. В шестом эпизоде Донни на сцене открыл все, что держал в себе. Донни ненавидел себя. Он был неуверен и считал себя ничтожным. Все из-за насилия. Он жил в страхе, что окружающие помыслят о нем. Тайный юмор, отношение к своему полу, к принятой обществом пониманию своих отношений, причем все это после насилия. Он даже не захотел идти в полицию. Чуть ли не отказывался признавать произошедшее. Это стало бы реальностью. Такое поведение имеет долгосрочные последствия. Это было крайне нездорово для него. Когда никто не смеялся над его шутками на сцене, он сказал себе, «Ты там ничего не увидел. Ты видел только меня». Это было, как если бы он признал, что Дориан использовал его и его надежды и стремления. Далее, речь, которую провел Донни, была просто невероятная. Она была настолько переполнена эмоциями, что можно было почувствовать, как он наконец-то смог выдохнуть. Ричард Гэтт просто снес эту сцену. Длинные затянутые кадры, страсть в голосе, боль от всех эмоций на лице и полное облегчение, которое он ощутил, наконец-то озвучив все свои страхи и ужасы, были просто горько-сладкими к созерцанию. «Тебе было за него радостно, потому что он был наконец-то честен, но делал он это на публике. Безусловно, для меня это был особенно выдающийся момент во всем шоу. Сама история с Мартой была истинно ужасающей. Она была совершенно безумной». А Джессика Каннинг блестяще сыграла этого сталкера, не испытывающего эмоций, но при этом переполненного экстремальными. Разочарование, которое я пережила, также испытывали многие другие, когда Донни обращался в полицию, а они ничего не делали. А потом, когда его поставили на одну ступень с Мартой, это тоже было чрезвычайно разочаровывающим. Никто не воспринимал его всерьез, и было так обидно, что его подводят. На самом деле, в этом шоу не было много насилия, что, по-моему, было хорошим выбором. Ужас от того, что кто-то просто находится в твоем пространстве, за пределами твоего дома, в твоем почтовом ящике и за углом. Угол наносит гораздо больший ущерб, чем стекло, которое он ударил по голове. Я думала о противоречивых чувствах, которые он испытывал к Марте, о том, что он ненавидел и желал ее мертвым, но потом обнаружить, что его тянет к ней, было чем-то, что, я думаю, ты мог бы покончить, чувствуя себя в этой конкретной ситуации. Единственный человек, который осыпал вас комплиментами, это человек, который одержим вами. И когда вы удаляете этого человека из своей жизни, вы возвращаетесь к низкой самооценке и незнанию, как себя чувствовать. Так что его навязчивая идея слушать записи, на которых она говорит ему приятные вещи, была почти как одеяло для комфорта. Что касается концовки сериала, когда он заходит в бар и сидит там расстроенно, как и в самом первом эпизоде, и он забыл свой кошелек, и когда ему дали выпить бесплатно добрый жест, который он сделал Марте в начале, это почти намекало на то, что цикл может так легко повториться. Но в этот раз бармен может стать тем, кем был Донни. Донни на самом дне, полагаясь на комплименты Марты для самочувствия. Он даже понимал и сочувствовал Марте, когда она объясняла, почему называет его своим олененком. Так будто немного внимания и заботы при тяжелых временах можно вызвать нечто неожиданное. Я не думаю, что Донни хотел продолжать этот цикл. С другой стороны, он мог видеть в бармене себя с обратной стороны барной стойки. Что касается качества съемки шоу, это было просто великолепно. Оно было глинцевым и в то же время зернистым. Странно говорить, но темная древесина дуба и красная палитра соответствовали тону и ощущению шоу. Это выглядело так же хорошо, как конец долбаного мира. Я думал, ошеломляюще. Изумительно, что шоу основано на опыте Ричарда Гэда в 20 лет с преследователем. Тяжело было снимать сцены, как в 4 и 6 эпизодах. Потрясающе входить в это пространство ума и отыграть. Мне понравилось, что этот шоу шло своим темпом. 7 эпизодов от 25 до 45 минут. Они позволили Гэду рассказать историю, как он хотел. Это отлично отразилось. Я точно знаю, что это одно из самых мощных, интересных, захватывающих и настоящих шоу этого года. Рекомендую посмотреть, если вы еще не видели. Вы ничего подобного раньше не видели. Итак, вот и мой обзор Baby Reindeer. Если хочешь больше видео, где я разбираю твои любимые шоу, то нажми на карточку в верхнем углу.